так я слушаю вас пожалуйста мир вам играйте тихо вы знаете у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушаю говорите пожалуйста я к вам пришел за советом да знаешь тут какой у меня вопрос мы сейчас вот общались с александром борцовым и вот прежде чем вас побеспокоить сначала с александром борцовым общался вопрос такой у меня извините я буду смотреть потому что у меня его сами знаете что я когда болею после инсульта у меня мысли могут вот у меня такой вопрос возник вот женой я живу уже сколько 34 года 34 года но это у меня вторая жена с первой женой я развелся в восемьдесят восьмом году то что она заблудила вот мы были не венчаны и вот у меня вопрос такой вот это ну живем мы душу в душу да вот с этой женой 34 года она меня сейчас тянет уже 18 лет но вопрос у меня такой ну я не было естественно в то время ты не верующий хоть и крещеный был в три годика вот мне было то есть крестили меня погружением без денежек вот и сейчас подожди я сформулирую а вот ну а то есть восемь взятый год восемь с восьмой год но веры то и не было такой мы не венчаны были ничего но вот факт то что в том что я эпитимюта не понес то что второй раз женатым был как мне быть посоветуйте вы когда второй раз женились вы уже были крещеные в три годика меня крестили да нет это в шестьдесят восьмом году так это уже тогда вы когда с первой женой сходились вы уже были верующие ну крещеный ну как сказать я все считаю считается раз крещение вводит в число христиан и все что вы после крещения делали это имеет особый вес то есть вы сошлись с нею с первой женой не венчаны и называется блудом блуд пока не расстанетесь ни одна эпитиме не поможет то есть этот брак нужно расторгнуть если папа по хорошему то или уже помещается за семь лет отлучения это целая ступень а теперь когда она живая и вы уже с ней живете сколько а теперь вторая понимаете вот сколько путаницы с этим то вот апостол поиграть остался без жены не ищи жены павел то прямо говорит потому что будут скорби по плоти а мне вас жаль он жалеет и поэтому разрешать такие вопросы настолько запутанные если по верхней шкале брать а по верхней шкале господь судить будет то все остальное уже во святи крещение решает епископ не я и епископу дальше пойти сказать я там был столько-то и пить его можно наложить он если он настоящий песка он скажет ты блудником был сам 7 лет про нее я не говорю где она какая если она была неверующая с этой венчаны со второй нет ни венчаны со второй докажем она у меня татарочка татарочка то есть я вот разбился что и восемьдесят пятом году а восемьдесят девятом году мы сошлись вот с этой женой вот татарочка надо у меня ну как же вы женились сатарочка то она же не верит во христа она ислам признает мусульмане мусульмане на христианке не женится пока она не даст обещание что будет вещаться у них они твердо это держится а как же так вы ее взяли не венчаны и дальше продолжаете жить тут я не ответа никакого нету неверующий человек ну да это на то время я тоже был ты крещеный но не верующий вот я очень сильно уверен но это вы с ней работали как почему она не стала христианкой да я с ней работаю она сейчас я вам поясню то есть она все поддержит пока но еще не не пришла то есть она вот и вас слушает и то есть а я его и евангелие вот регулярно читаю но пока еще нет она да ну как говорится она сочувствует нет это пока она не примет крещение не будет веровать во христа как спасителя она иноземка а это категорически каноны запрещает брак расторгается если вы думаете о спасении а если хорошо живете а сарсе небесном не думай а когда уже умрешь ну господь определит определенное место не вверху внизу поэтому тут еще не сказать видите как у вас все неужели русских девушек не хватало еще вот так это позволяет это себе такую вольность татарочка я знаю еще один она приняла там какая-то у него рахитой было теперь она раиса и назвала ее и теперь от родился ребенок там уродливый отец ее грозился его убить да зачем вам это нужно когда у нас столько девушек всяких прекрасных русских посмотрев когда они на красной площади вышагивают они китайцам не уступают ни в чем она статью видом ростом знает ну русская она она ее сказал венчаться она пойдет венчаться даже хоть и не верующие а с ее легче разговаривают а ее если она верует изменит свои и могут убить свои зарезать вот какое дело то и и поэтому здесь в принципе тут совсем она татарочка но вот у нее вот этого нету то что вот я там мусульманка там или чего нет такого а вот она склонна склонна к христу но еще пока ну сколько она склонна то уже годы иду десятилетия все склонная что толку то от этой склонности то если она не христианка сегодня она умрет где она будет она не верующая никак а раз она не верующая значит она никак не может попасть царство небесное как же так вы это где поставил условия такой если ты не принимаешь до свидания пока она не примет а там если она обмещаться будет она полностью отрекается от своей религии от пророков от всех это специальная молитва для мусульман есть ответа никакого нету все запутанное все греховное а то разрыв полный если вы думаете душу спасать мы сегодня уже должны уйти наложить эпидемию за все эти годы ну пойти к эрихирию ну и все на этом кончилось а к ней не по не звонить не встречается навсегда расстаться вы же этого не сделаете а какой же совет это да я еще должен советовать угождать вам а у вас к фамилия хирный это что за фамилия откуда она она идет за западной украины но у меня они живут то есть по отцу живут в сибири но хорошо не в этом дело слово так как переводится хирный не жирный а хирный да там вообще было изначально фамилия херно но когда вот эти гонения были тридцатых они чтобы как бы более к русскому то есть не херно махно херно они сделали вот а ну ладно то есть не знаете никакого ответа вам нет кроме того что немедленно разместись и жить одному никакой все вам сколько лет 58 ну уж пора прогореть чего такие уж походливые то 58 даже но это я тоже вот уже 34 года пусть а у нас совместный ребенок естественно но мне надо то есть она должна если сейчас как расстанетесь и на этом все перестаньте женится десятки раз а потом путаются где-то тут с одной женой не знаю что делать а вы какие смелые от одной до другой опять кандалы надел на себя я очень жалею этих людей это не воздержался и все за пять минут а дальше она развелась ушла и он теперь 18 лет платит она ему даже день ребенка этого не показывает он злиться но счет делаешь живи нормально к этому призывают выдающие девицу замуж поступает хорошо они выдающие поступает лучше апостол павел пишет лучше но и так точно он говорит павел подражать и мне как я христу как он христу он не женатый был она же по рукам и ногам вас связала и совесть вас мучает и на душе не спокойно и но зачем он мне одна венчанная мы прожили там уже больше полвека и еще нет никакие вопросы не возникают где болеет сейчас пойду воды надо привезти это другое они заботятся она за стенкой мне живется с сестрой мне мешать не надо я все время занимаюсь я встаю рано вот в три часа 20 минут ночи я уже за столом я раньше у меня уходила на сон два с половиной часа поэтому так много успел сделать сейчас на выходе у меня 4 тома стихов каждый том 880 страниц и 96 страниц светлых фотографий почти 1000 страниц такого никогда не было чтобы как поэт называется а если вы были рядом тут тут не успел тут надо что-то тут сказал тут послушать они приходят когда здесь перри занятия идут они заходят тогда знают какое время и до конца утром вместе молимся они приходят а потом уходим 7 часов сестра приносит мне завтрак володя уехал а то мы сами себе готовили я очень и очень занят и сегодня вы уже у меня какой человек при том готовится к окрещению что ему делать вторая жена у него там оказалось не 2 а 3 ой-ой-ой что вы мужики делаете да был молодой да и неверующий это понятно конечно же сейчас не вернуть этого вот того времени ребенку то сколько уже лет 30 сыну 30 верующих крещеный как верующий ну как верующий признает ли на христа слово его живет ли для бога исполняет ли посты молится ли постоянно библии занимаются нет ничего не верующий кого породили то еще одно полено в ад под котел ну маленько только посерьезнее отнеситесь к этому она такая внуки такие пойдут а начаток то от вашего безумия пошло здоровый крепкий человек русский человек потянулся к маленькому народу до русских 11 миллионов незамужних сегодня говорят то убили то меньше родилась то раньше спились и на выбирать то есть чего передо мной десяток стоит минимум написано писание горит семеро ухватиться за одного то за его штаны на своими средства питаться будем только что фамилию дать твою чтобы все знали что я замужем позор снять а вы идете куда-то мета таркость татарочка счета совсем прямо я родился не в такой обстановке и у нас без родительского благословения ничего не делалось она у меня учительница познакомились мы на на похоронах моего дяди а познакомились первый раз церкви она пела там была в городе но сразу к ее родителям съездили вернулись мы друг друга не знаем дальше к моим родителям поехали она понравилась мать и отец благословили всего больше чего и вот и живем а у нас не было у нас у бабушки я помню иконы были да а вот древняя приезжал все время а дом у нас и не икон ничего то есть безбожная жизнь баб была не избранная то есть люди никогда избранные у него нас и иконы были и мать хотя неграмотная но говорила страшный суд есть если там станцевать будешь пионеры войдешь там чужие это женщины знать все будешь меня бог сохранил от этого мне 83 года и все удивляются у меня память как у 30-летнего я оперирую цифрами священным писанием все на память это бог делает притом сегодня шли мы с сестрой каждый день у меня с коленями не ладно ты гимнастику делает три с половиной километра ходим оттуда и шли я думал что я записал показать какая обратная дорога что пришел домой включил аппарат аппарата там ничего нету есть там отрывками я ни слова не говоря пошел скорее туда дошел откуда начал снимать оттуда дошел до дома и все снял я затем не стою никогда чтобы людям показать как какой город барнаул какая красота что делается какая активная работа идет какой стройки я иду и ветер дует я немного так и говорил но прокомментировал не получилось один раз от уже развернулся и пошел и обратно так считаю сколько и даже нужными никакой нет я не хочу быть должником если кто-то что-то накормил один раз меня где-то там до гостях были я постараюсь узнать что стоит и заплатить и больше никогда не буду один раз я его уважил это меня другой принцип совсем никогда никому ничем быть должен кроме взаимной любви я его должен заплатить а раз это дороже чем дома а я все экономлю что было еще уделить нуждающимся бывает приезжие бывают там многодетные я везде должен успеть я попечитель числист староста общины у меня 12 специальностей и проповедник и миссионеры писатель и поэты все все есть и мне нужды никакой нету 80 вот 10 июня меньше месяца осталось будет 84 еще ни одной таблетки не съел ни одного мата не сказал эти как радостно жить я каждый день со христом куда бы ни пошел что не делал у меня все сходится к одному как прославить моего господа и вот сейчас готовится то стихотворение три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений каждый по 9 куплетов называется проповеди в стихах тихотворной форме проповеди этого в мире никогда не было ну вот готовим и не знаю успеем не до моего отъезда сделать дорого до стоит очень дорого всего 250 ну умножить на 4 к 1 комплекс 4 книги до 250 это тысячи книжек за 2 миллиона заходит у меня минимальная пенсия ну молимся бог совершает чудо трехтомник то издали даже не думали а это пять тысяч экземпляров а умножить на 3 он трехтомник то 15 тысяч книг и уже получили по всему миру рассылаются там цены нету никакой как издали это бог дело ты для бога направлен тебе радостно каждый день ночь ты знаешь все нужда я сегодня утром рано на молитве объявил какая нужда сегодня илья там мажор на суде последнее слово его говорить ну душа просто радуется что я еще все нужен а 83 года чему нужен то а мне нужды нет никак зачем быть где не было все обращаются и едут и спрашивает куда пристроиться готовимся к крещению вот она больше 16 июля набирается уже группа так все а вот в писании живут каждое следом если уж я если мы так вот а папа женились она не верующая а я верующий так оставайте жить если она там захочешь развестись то не удерживаться или там так вот это вот к этому вот как вот за так как не имя поступил когда из плена вернулись они а жены на брата из тех народов они наполовину говорят по-еврейски половина так и ездра он волосы рвал на себе что мы сделали семя благодатное тратим на кого-то и полный развод по всей стране и обозы потянулись а те кто получали я думаю думали как по хорошему уехали у каждого своя татарочка а монетянка филистимлянка и вдруг полный развод и все но мы не можем сделать развод но для себя то если ты знаешь что незаконно разговоров никаких нет развестись сегодня на необходимо скажи да а как так никак ты христианство не принимаешь христа не любишь библии не считаешь последний соблюдаешь ты никто теперь я погибаю за тебя ты должен как мужчина поступить эти ваш борода есть это знак твоей власти это подкаблучники гомосексуалисты до подкаблучники которые бороды бреют на вам этого не скажешь нетронутая борода и все помоги вам господь игорь вы знаете игорь как переводится забыл забыл это скандинавское имя означает защитник а у нас александр пару по-гречески от одно и то же имя вот никита николай и виктор это одно и то же имя победитель только латинская и греческая ну все тогда я отхожу я вам дал совет по высшей шкале а в основной к архиерею чтобы наложили пить и мю все на этом расстаться а к священнику подойти не надо а священнику бы дает подойду надо а нет если и пить имя будет он священник вряд ли решится он будет с архиереем советоваться это дело очень необычная у него опыта нету я знаю 7 лет я точно знаю а он может и не знает священник это сегодня как продажные торгаши симония все за деньги крещение за деньги с тарелкой тут ходят у нас этого ничего нету вообще ни за что ни за крещение не за свечи ввоз покупают на пасеке льют сами ставят сколько надо по иконам не шарятся лежит одна евангелие конец богослужения прикладывается крещенник благословил и пошли у нас порядок подеты все по форме слева женщины справа мужчины у нас очень строго это дело а то нельзя 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 почему потому что ничего не делали а ночник людей получится мы тоже начинали нигде примера не было мы с нуля начали и теперь когда архиерей приезжает и с ним хористки священники все по форме сразу одеваются на них радостно смотреть как они выглядят семинаристы все с богом игорь ухожу давайте выправляй свою жизнь сегодня уже